Крупное обновление и старт нового сезона не за горами. В обновлении Next будет не только серьезный ребаланс игры, но и появится новый герой Джусинь. Она выйдет не сразу, а примерно через две недели после релиза патча, 29 июня. В этом видео мы еще раз разберем ее навыки, комбинации, стиль игры, а также оптимальный билд под разные ситуации. Всем привет, это Бостон! Поехали! Главная фишка героя в высокой скорости перемещения, постоянном уроне и контроле. Наш урон достаточно низкий в начале игры и прогрессивно растет с покупкой новых предметов и увлечением уровня. Простыми словами, герой достаточно слабый в начале игры и усиливается в мидгейме и начинает просто зверствовать лейти. Давай сначала пробежимся по навыкам. Первый скилл уменьшает скорость передвижения врагов и ускоряет Джусинь на полторы секунды. Длительность навыка и урон невысокие, но учитывая то, что уменьшение скорости перемещения от 20 до 40% и такое же увеличение скорости передвижения у Джусинь, этот скилл может оказаться очень эффективным. Если мы им заденем несколько целей, все они замедлятся на 40% на максимальном уровне навыка, но Джусинь как получала 40% ускорение, так и будет получать. То есть скорость передвижения на этом навыке не складывается для нашего мага. Перед тем, как перейти ко второму навыку, нужно рассказать про ее пассивку. Когда мы наносим урон врагам нашими скиллами, на них копятся заряды. Они отображаются бабочкой под героем. Когда бабочка будет полностью заполнена, при использовании второго скилла вражеский персонаж будет подброшен. Его можно переместить, вместе с тем нанесется дополнительный урон. Для того, чтобы переместить героя, направляем второй навык в нужное место и отпускаем его. Если навык не отпустить вовремя, то герой упадет на то место, где он был подброшен, сам по себе, через одну секунду. Вообще, второй навык очень тесно связан с пассивкой Джусинь. Можно сказать, что ее пассивка — это дополнение второго скилла. У него практически нет перезарядки, и мы можем использовать его, пока у героя есть мана. Очень схожее действие с ультимейтом Алисы. Плюс к этому, вражеские герои не только подбрасываются, но и наносят урон целям, на которых мы перекинем героя. Чем-то напоминает подбрасывание Кусаки. Подняли верх героя, бросили его в кучу других целей и всем нанесли дополнительный дамаг. Если поднять и кинуть сразу несколько персонажей, то урон от их приземления по другим героям будет снижен на 80%. Хотя одновременно подбросить более одного персонажа будет достаточно проблематично. После того, как мы остановим Кастрого навыка, у нас начнет ускоренно восстанавливаться мана за счет пассивки Алой Бабочки. То есть наносим урон, мана заканчивается, и нужно будет немного подождать до ее полного, либо частичного восстановления. Сильная нехватка маны чувствуется только до покупки Часов Судьбы. А после их приобретения, мана начинает восстанавливаться полностью, и больше никаких предметов на реген маны героям не понадобится. Напомню, что теперь этот предмет не только дает магическую силу, здоровье и ману, а также увеличивает нашу гибридную защиту. И когда здоровье, либо мана падает ниже 50%, восстанавливает 15% здоровья или 15% маны. В общем, крутой предмет для Джусинь, который будет давать нам и ману, и выживаемость, и хп, и реген, и вообще все. Поэтому, что бы ни случилось, мы всегда будем покупать Часы Судьбы первым слотом. Ультимейтом герой делает рывок в указанное место, а по сути это встроенная вспышка в ульту. Также мы получаем щит и наносим небольшой урон всем противникам, которые находятся рядом с нами. Ультимейт также накапливает на врагах заряды бабочек. Таким образом, мы сможем быстрее подбросить вражеского персонажа. По сути, каких-то сложных комбинаций у героя нет. Просто используем его навыки, в нужный момент накапливаем заряды бабочек и выносим врагов. Из небольших фишек вторым навыком очень легко проверять различные кусты и чекать засады. Интереснее дела обстоят с эмблемами и предметами. Эмблемы всегда берем магические. Первый перк на увеличение скорости передвижения. Второй. Можно выбрать между мистическим магазином, чтобы быстрее собирать предметы, так как наш герой сильно зависит от купленных айтемов. Либо просто взять еще больше скорости передвижения на речке. Тут я бы все-таки брал скорость передвижения на речке, чтобы еще быстрее ромить между линиями и легче уходить и догонять врагов в начале игры и мидгейме, когда очень много файтов происходит именно посередине карты. Третий перк. Опять же, без вариантов. Берем недавно усиленный талант «Нечестивую ярость». По предметам, как я уже говорил, два слота у нас занято без каких-либо вариантов. Ботинками на магическое проникновение и часами судьбы. Остается четыре предмета на выбор. Герою лучше всего подходят слоты с какими-либо эффектами при нанесении урона, а также предметы, дающие скорость передвижения. Это Пылающий Жезл, Жезл Снежной Кролевы, Палочка Гения, Фонарь Желаний, Пронзающие Небеса, Крылья Кролевы и Божественный Меч как универсальный предмет против героев с высокой магической защитой. Как ты мог заметить, слота четыре, а предметов семь. Начнем с самого очевидного. Пылающий Жезл – мощнейший предмет для G7, который сильно бустит наш урон, а также накладывает эффект антихила. Его мы, безусловно, собираем третьим слотом. Без Жезла Снежной Кролевы также вряд ли получится обойтись. Он дает нам и скорость перемещения, и замедляет противников. Таким образом, мы будем чаще попадать вторым навыкам, чаще подбрасывать и, соответственно, наносить больше урона. У нас остались Крылья, Королевы, Пронзающие Небеса и Фонарь Желаний. Среди этих предметов, безусловно, самый мощный и полезный новый предмет – Пронзающие Небеса. Когда здоровье противников будет падать ниже 6% на отметке, они будут мгновенно казнены. А если накопить заряды на предмете, то порог мгновенного убийцов будет увеличен вплоть до 12%. Это самый мощный имбо-предмет обновления. Стоит недорого, всего 1500 золота, при этом дает какие-то сумасшедшие статы и эффекты. Его, наверное, стоит собирать сразу же после Пылающего Жезла. Я думаю, что ближе к выходу этого героя Пронзающие Небеса будет существенно понерфлен Мунтонами Хотфиксом. Потому что на данный момент он уж слишком имбовый, особенно для героев, которые наносят часто урон. Если этот предмет, как я предполагаю, занерфит в нулино, то вместо него, по приоритету, можно взять не менее мощный, но уже не такой имбовый фонарь желаний. Стоит он не так дорого, а урона с него не меньше, чем от Священного Кристалла. Финальным слотом Палочку Гения мы собираем в том случае, если у большинства вражеских героев магическая защита ниже 70, а если магическая защита существенно выше этого показателя, то больше урона мы будем наносить с Божественным Мечом. Либо, как вариант, можно собрать и Палочку Гения, и Божественный Меч, чтобы наносить высокий урон всем, героям с высокой магической защитой и всем остальным. Итого у нас получается сборка для уничтожения тонких персонажей с пронзающим небеса, а если он будет понерфен, мы его заменим на крылья королевы, чтобы получать меньше урода от врагов и еще больше увеличить наши выживаемости и скорость перемещения. А вот сборка для уничтожения жирного пика танков, бойцов и так далее. Опять же, если понерфит пронзающий небеса в хлам, берем вместо него Фонарь Желание, либо Палочку Гения, если у врагов состав 50 на 50, состоит как из жирных танков, так и из тонких дамагеров. В глубоком лейте, так же как и для всех остальных магов, ботинки можно будет заменить на Кровавые Крылья. По стилю игры герой мне очень сильно напоминает Кимми. У нас высокая скорость передвижения, есть эскейп плюс хороший контроль, поэтому мы с легкостью можем наносить урон, держась от противников на безопасном расстоянии. А если вдруг нас захотят вынести с помощью внезапной атаки, мы сможем отступить ультимейтам, либо боевым заклинаниям. В качестве него можно взять очищение, вспышку, либо спринт. Какое будущее этого героя? Я думаю, вначале его, как обычно, будут банить, а чуть позже использовать либо как мидленера или ромера, хотя, учитывая откровенную слабость Джусинь в начале игры, я сомневаюсь, что ее все-таки будут брать в ром. Ее сила раскроется ближе к 10-12 минуте, когда игра уже может быть теоретически слита, так что центральная линия идеально подойдет для этого персонажа. Ждешь ли ты выхода этого героя и будешь ли ее покупать? Обязательно пиши в коммент. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok